Мои имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы проводим этот цикл бесед, который называется «Во свете Библии» и «Открытым оком». А вопрос и ответ. Вот у нас вопрос и ответ. Здесь вот в этих книгах у меня отвечено на 4124 вопроса. Но вопросы все время возникают. Я даже смотрю по интернету, задают, которые важность, значимость вопросов определяется только Библией. Так, слушай вопрос. Вопрос важный очень, тем более для православных людей. У сектантов он не стоит, они этим занимаются всегда. Вопрос о проповеди. Дело в следующем. Что в современном православии мы не видим вообще понятия проповедания своего истинного христианского учения. Как говорят сектанты, когда с нами беседуют, они так говорят. Вот вы православные, когда вы назвались православными? То есть до этого всегда была церковь, где вы взяли это название. То есть мы как бы отделены вообще от понятия христианского и евангельского учения какой-то стеной непонятной. Забвение через века эти, что ли, временем ли забыли. Берем, если мы времена апостольские, апостолы проповедовали язычникам. Язычники были верующие, они верили в выдолов, они там им поклонялись, приносили жертвы. И поэтому, когда апостолы шли в эти страны, мы видим массовое уверование людей, обращение их, ну пускай через время какое-то, но массовое. И видим уже 312 год обращение вообще самого Константина, это императора римского, который сделал всю римскую империю христианской. Они были все язычники, стали христианами. То есть проповедь достигла своего апогея, или будем говорить, той величины, когда целые государства стали христианскими. Мы видим сегодняшнее время, современное. Тогда, конечно, апостолы прошли по всему миру, от края до края, были свидетелями христовыми, как он им пророчествовал. Как им нести проповедь? И вообще, проповедь, она сложнее стала? Проповедовать сложнее в этом мире, современном? Или это было сложно проповедовать апостолам? То есть, есть ли какая-то градация этого? Если нет, то объясните, как вы думаете? Относительно того, что говорят, православное слово не было, появилось там в 14-17 веке где-то. Я на это недавно отвечал. Я специально по этому вопросу снова засел за правила собора вселенских поместных. И там прямо показываю. Апостольское правило, 1-2 век, слово православное уже встречается. Теперь, на шести вселенских соборах это слово встречается, на каждом соборе по несколько раз, на седьмом ни разу. А уже по местных соборах, кажется, на одном только соборе встречается, и в святых отцов только у одного, Феофила, больше ни у кого не встречается. И я дальше даю объяснение, почему. Необходимо было отпочковаться от этих ложных мнений, такие как карий. Показать, что мы правильно славим Бога. Но слово христиан состояло на первом месте. Далее, вот сегодня какое место занимает проповедь? Надо иметь в виду, что проповедь не в храме только, а за пределами храма. В храме занимает эта проповедь не первое место, это определенно. А за пределами храма от православных мизерное, просто никакое. В сравнении с сектантами, ну, даже нельзя никак сравнивать. Вот так называемые свидетели Иеговы, которых правильно назвать бы лучше лжесвидетели под именем Иеговы. Они все до одного идут и проповедуют, и говорят, и обманывают людей, и завлекают в погибель, но они работают. Вот и все. А когда было лучше и легче работать? Проповедь всегда встречала сопротивление. Самое большое сопротивление для апостола были евреи. Они, как всегда, противятся Духу Святому. Стефан сказал-то. А апостол Павел, говорит, и дополняют меру отцов своих. Они постоянно гонялись за апостолом Павлом. Они заклинали сами себя, что не будем есть, пить, пока его не убьем. Это были убийцы. Киллеры на каждом углу караулили Павла, так что в корзине пришлось спускаться. И когда он встречался с людьми, как можно было, где удобнее? Первый вопрос. Среди язычников или среди иудеев? Мы, как видим, иудеи остались за пределом. Единицы, может быть, в дальнейшем обращались. А язычники пошли. Время язычников наступило. Почему? Я нашел этот ответ. Потому что есть такой маленький рассказ. Он был Антоний, его звать, учитель музыки. Ну и когда приходили ученики, он всегда задавал вопрос. А ты умеешь играть? Он говорит, нет, не умею. Тогда будешь платить мне 50 долларов или евро. А ты, а я, говорит, уже умею, я уже играю. А ты 100 будешь платить? Так я же умею. У меня половина времени, и надо разучить тебя. А потом половина научить тебя, как правильно. Вот иудеев нужно было сначала разучить, что они верили и понимали неправильно. А потом научить. А язычники, слыша это, радость принимали. А иудеи везде подстряхнули, набожных Павла побили, вытащили. Это все они, язычники, от них многому научались. Особенно в этой ненависти, в лютой. Поэтому среди язычников проповедь Павла на благодатную почву. Семена дали обильные ростки. И когда говорят, ну тогда 3000 обратилось, а где сейчас 3000, 5000, мы даже не слыхали такое. Надо помнить тогда, что если оно было 3000, то это только в одном месте, больше нигде не было, во всем мире. На весь земной шар 3000, 3000. А на следующий день, мы видим, уже ничего нету. Может быть кто-то был. Сегодня во всем мире, на земном шаре, ежедневно обращается не 3000 тысяч, а, допустим, 50 тысяч. Потому что везде идет проповедь. Во всех концах вселенных. Миссионеры, независимо от того, какие, о Христе они свидетельствуют. Вот Баптиста взять. Они же о Христе все правильно говорят. Признают Святую Троицу, что Христос умер за нас. Но они не церковь. Когда меня спрашивают, ну а границы с церковью можно указать? Допустим, вот Библия, вот корка начинает. Вначале сотворил Бог первым рукавом В. И заканчивается мягкий знак, аминь. Все, не добавлю убаг. А в предание что входит? У предания нет границ. Оно все время добавляется и добавляется. Труды разных, новых, которых канонизируют, Блюма сейчас. Это все пойдет через год уже преданием. Так и здесь. Граница церкви очень четкая. Не там, где двое или трое соберутся. А где двое или трое собраны, то есть иной силой Духа Святого, во имя Его. И где обязательно есть священство от апостольских времен. А это православные все наименования, старообрядцы, все имеющие священство. Католики, григория и армяны, копты и сирийцы. Все. Ни шагу, ни сантиметра никуда не входит. Это церковь. Все остальное не церковь. А кто они? Как угодно называют. Сектанты, эритики, не церковные элементы. Так они не спасутся. Отвечают, спасает Бог. Но согласно Слову Божию, они должны иметь священство. Без священства апостольского они не церковь. Вне церкви нет спасения. За пределами церкви мрак. Христос придет за церковью. А не так, что мы признаем Ее, Он за нами придет. Такого нигде в Библии нет. И когда было удобнее кому проповедовать, тогда мы ясно видим, среди язычников было легче. Их не надо было разучивать. И апостол Павел с утра до вечера излагал им учения. 28 глава Деяния апостолов. И они ушли, много спорили между собой. Язычники никогда не спорили. И Павел сказал, так-то о вас Дух Святой сказал, услышите и не поверите. Огрубило сердце их. Язычникам от этого не говорит. А они не слышали. И обратить сердца отцов к детям, это и касается только евреев. К язычникам куда обратить? Каким идолам-то? Отцов к детям. Почему? А дети это молодые апостолы, они обратились. А отцы, которые захрясли, они там в старом, в закваске старообрядческой, их трудно вытащить. Вот сейчас бы спросили, а где легче? Вот не знают ничего люди. Или пойти проповедовать среди сектантов. Независимо, кто они такие. Я даже названия всех не знаю. Среди незнающих лучше. Я повторяю, я ссылаюсь на свой личный опыт. Это 51-й год. Притом я проповедовал столько, что, думаю, в Советском Союзе никто больше меня не проповедовал. Ни у сектантов, ни у кого. У меня на сон уходило два с половиной часа. У меня стояли машины, полковники, воинские части. Даже советовали со мной зафрахтовать самолет. На фабриках, на заводах, школах, университетах. Как бы всюду и везде. И скажу, где никто не проходил никогда, во, почва. Но где, если там уже что-то было, невозможно. Вот мы идем по селу, село Забьялова. Алтайского края. Мы начинаем с окраин, как говорится, сужаем, стягиваем к центру. Люди слушают, принимают, Евангелие берут. И он ближе к храму. Я имею ввиду православный храм. Все. Так, а вы кто? А вы откуда? А кто вас благословил? А вы у батюшки нашего отца Виталия были? Они начинают допрашивать. И вот мы вплотную к храму приходим. Тут уже люди свои живут. Хотя особенно агрессивно настроено. Я говорю, вот мы принесли Евангелие. Какое Евангелие еще? Я всю жизнь пою в хору. Пошли отсюда. Сектанты. Я говорю, мы православные, я крещусь. Она даже не слышит. Я одной, тут недалеко прям совсем, подаю Евангелие. Я возьму, говорит, Евангелие. Но дело в том, что вот дом рядом-то, тут батюшка живет. Я говорю, мы были, нас там даже разговаривать не стали. Вышел такой суровый мужчина. Девочка такая рядом стоит. А кто вы такие? А кто благословил? С бородой. Мы подъявились. Даже мы говорим, Новые Заветы мы даем людям. А так это, говорит, батюшка. Батюшка его как-то, она не знает как, по чисел, там сказать. А говорит, он за штатом. Архиевей его за это дело показывает. Убрал. Он знает, что он негодный, что он запрещенный, что он уже отпетый алкаш. Но вдруг появились люди, которые говорят, что они православные. Мимо его и под благословение не подходят. Он намертво встал. Стал на крыльце полный рост. Это кто такие? А зачем это нужно? Все. Мы понимаем, вот во всех. Мы прошли в прошлом году, в 2012-м, 240 городов и сел. Ну, вообразите, 240. И только в Алтайском крае 56 сел, плюс к этому, за те годы. Мы заходили в каждый дом. А ведь это бывает и 5 тысяч, 10 и 20 тысяч. Везде принимают хорошо. Везде желанные люди, готовы напоить, накормить и одеть. Везде, где нет православного храма. Если храм православный есть, все погублено. На 50 лет все закрыто. Отравлено все до конца. Притом везде одинаково. Только в одном селе, священник, когда мы заехали в храм к нему, он говорит, а что же вы сразу ко мне не пришли? Я бы накопил, накормил. Я говорю, да мы знаем, как враждебно принимать. Да вы что? Вроде я бы и с вами готов пойти. Один, единственный, ну считай, на 300 сел. Один. Поэтому, где мы идем, мы только узнаем, есть или нет церковь. Поэтому знать, какой напряг делать. Идем к администрации, мы договорились. Зеленый свет. Мы идем в дом культуры. Директор за нас. Притом, какая директора удивительная. Пока мы располагаемся, я гляжу, она накрашенная, ну и в штанах, как всегда. А я ей не говорю, а у нас порядок такой, что женщины брюки не носят. А почему? Да это мужская одежда. В Таразаконе 25 говорит мерзок перед Господом, кто носит женщину мужскую одежду. А мужчина женскую. Это называется мерзок, значит мерзавка. Я даже не думал, она с меня ростом такая, сухонькая, подвижная, ушла и нету. Я говорю, а где она? Да не знаю, куда-то ушла. Она недалеко живет. Она уже прибежала в длинном платье. Один раз, не ей даже сказал, а при ней сказал, все, больше ее в рюках я не увижу. Но я ничего не сказал дальше, а потом дальше рассказываю тут книги, мы готовимся на сцене, детский хор приехал, будут выступать. Я ей говорю, а у нас женщины не красятся. Она опять исчезла. И она уже в кабинете у себя отмывает губы, выходит, ничего в ней нету. Да какая же почва-то благодатная. Я как-то считал Карева, если не ошибаюсь, Александр Васильевич, кажется, был его, или как-то так, у баптистов. Генеральным секретарем вроде он и был. Люди не все знают, генеральный секретарь ЦК КПСС, у баптистов генеральный секретарь. И он говорит, перечисляя всю историю христианства, более благодатной почвы для евангелизации, чем в России нигде не было. Никогда. Здесь столько было сказано нами, и все пощипало на благодатную почву, то есть все ушли из православия. Вот смысл-то какой, стали христианами, а не православными печушками. Люди искали, было 1275 монастырей. Люди бросали все, в землю закапали, живьем гнили. Это подвижники, в леса, в поля, везде уходили, в болото. Люди не знали, как Богу угодить. Рекорды ставили, там, по 20-30 дней в рот ничего не брали, не ели-то. А Евангелие не знали. Своей праведностью пытались защищать праведность, и какие у них они не достигли ее. И вот тут тогда штунда пришла. Откуда? А которые в Первую мировую войну попадали в плен, они теперь возвращались, все они христиане стали. Я с ними, с теми, которые пришли, я беседовал. И все, ни одного плохого не встретил. Все хорошие. Понимаете, как он приехал оттуда, я маленько отвлекаюсь, вот. Ну, он приехал оттуда, из Германии, Евангелие привез. Он пленный был. Как с ним обращались тамошние христиане, не православные. Но он приехал, теперь ищет соратников. Ему кто-то говорит, вот мерник у нас, он верующий. Я, говорит, сразу все дела оставил и пошел. А муку когда мерят, ну, он там с ними весь в муке, и он вышел. Гуси подошли, а крылья-то бьют, чтобы гусей не захватило. Он, ох ты, якорь-те-макар, куда они пришли? Вот это якорь-те-макар, я понял, говорит, неверующий. С чего ж я шел такую даль к нему? Верующий не будет эти пустые слова говорить. Якорь-те-макар, якорь даже не поздоровился, я повернулся назад и пошел. Я ошибся, не туда пришел. И вот описывает, их таких набралось пять человек. Он начал свидетельствовать. Стали приглашать священника. Он еще придерживается православной церкви. Но православным в нем уже ничего нет. Мощами он не обкладывается. Икона у него стоит, он и лбом в нее не стучит. А сейчас поцелуют, да еще боднут вот так вот. И научили бодать иконы. Притом архиерея, гляжу, вот так вот возьмет книгу, вот так вот поцелует и вот так лбом ударит. Никогда не видал. Это поцелуй. Вот я с ним поцелуюсь и лбом ударю. Он мне скажет, ты что делаешь-то? Да может так стукнешь, что и не встанешь. И вот они батюшку пригласили и говорят, батюшка, а что лучше, идти в храм в воскресенье или заниматься, вот мы занимаемся кружоком на Словом Божьем-то. Ну батюшка мог бы сказать, хорошие вы, братья, да молодцы. Ну идите в храм Божий-то. А потом придем пообедаем, как вот у нас, и собрание будет, и мы позанимаемся. А он ответил, как, да я не знаю как. Он не знает, что лучше. Выше богослужения нет ничего. Но если люди не понимают там, то это все пустое. Сначала обратись. Не знающие люди, не обращенные, за дверями стоят. Оглашенные. И вот сегодня мы приехали в это село, а село это теперь стало, было районное, и вот к другому району сказать пристегнули. Мы договорились, везде афиши расклеили, ту женщину, про которую говорю, она директор этого клуба Дома культуры. И среди недели ей звонить, звонить на дом, ничего не изменилось. Вот администрация, договорились, и кто-то из домашних говорит, да она уехала в районный центр. Как уехала? А зачем? А в районном центре церковь, православную это, мы докахнули, все пропало, если священник. Но, Бог услышал молитву, священника не было, он куда-то уехал. И она когда вернулась ни с чем-то, и дальше наши людей собрали, у нас все это на видике записано даже. Вот какое дело. Еще в одном месте так же ходили, но мы знали, сопротивление будет большое. Но оказалось, священник вот один заболел, шалаболиха. И там казаки были, пришли, это как ходят, тут такие, мы стали говорить, казаки к нам прижрались, и наконец-то православные, у нас все фотографии, и видики засняли. Ну, все хорошие, не было там священника, он бы сразу разрушил. Бесполезно даже говорить, мы пытались к ним, как говорится, подлизываться, уже уговариваем, там дарим что-то. Даю, представь себе, новый завет, дай-ка вам трех топик, покажи. Три тома, это по блаженному фефилакту толкование. Ну, стоит, подряд с каждого убери по одной, чтобы три было. Первый, второй, третий. Вот так, вместе сложи одна за одной. Вот так, друг на друга положи, мне так удобнее будет. Ага, впачку. Вот. Ну, и тут было, был у них в епархии, это покаяние у них, священники приезжают. Вот представьте себе, новый завет, как он изданный, с закладками, это вы издали, наша община. И, кроме того, раскрашенные 230 картин Густава Дарре, Густава Дарре, а то нами раскрашенные. Посмотрите, 230, на мелованной бумаге, все на обсетной. Я подарил это у Путина в библиотеке, видели, у Медведева, у патриарха. 125 священников в один день здесь, в соборе, получили вот это. Вот это вот даром, даром, и плюс, его тоже переиздана еще одна моя книга, для слова Божия не трус. Она почти из одних документов. Вот здесь вот, так. И вот в Завьялово, опять же в Завьялово, священник выходит, Гребенюк, отец Александр. Вот, видно, что он то ли не кончал, не заканчивал ничего, и может быть и даже десяти классов нет. Выходит, его проповедь. Сестры, братья, братья, сестры, как тепло у нас в храме. Ну все еще, ну, сносно. Тепло, спаси Христос, батюшка. Ага, спаси Христос. А почему тепло? Игнатий мне подарил Новый Завет, а я его сжег в кочегарке. И он торжествующий такой. Игнатий-то подарил, а я сжег. Ну, Бог-то будет судить по делам. Здесь полностью весь Новый Завет и толкование святых отцов. Полностью. И 297 моих комментариев. И он сжег. Зайдите в интернет, вот мой сайт, Кристине один народу.ру, вот внизу написано. Зайдите. И там эти книги все есть. У меня получается из изданных книг 90% изданных книг, а это почти 14 миллионов, может быть, денег ушло на это, которые помогали люди, идет бесплатно. Бесплатно. В дар библиотекам, священникам, архиереям. Вот и все. Где удобнее проповедовать, где никто ничего не знает. Я вот сидел в лагере, в Жанатасе, Жамбульская область, Казахстанской ССР. Люди другой веры. Меня специально туда послали, чтобы не было моего влияния. Я этот язык не знаю. А пока выучу, уже срок закончился. Но мне там было намного легче, чем там, где одни православные. Тоже преступники. Если они слышали, просто слышали, можно говорить. Но если они ходили в церковь, там причащались, благословлялись, намертво все закрыто. Потому что с Богом играть нельзя. На этот вопрос отвечаю так. Апостолам легче было работать, чем нам. Это православная страна. Я вот проповедую, сколько людей обращается, но я не могу сказать, кто покаялся. Выйдите там, поднимите руку, как сектанты. У нас не принято это. Ну он не поднял руку, он все обратился. У нас не так. Это большая работа. Мы уезжаем и говорим. Вот в соседнем селе, большое село, там есть церковь православная. Православная. Патриаршая. Вы туда идите, к батюшке. А если у вас надумаетесь здесь, поезжайте в Барнавул. Тут епископ Максим Дмитриев. У него попросите благословения, чтобы вам прислали батюшку. Чтобы только он учил вас. Мы ни одного человека никуда не ведем. Попы намертво стоят. И ни разу, никогда не говорили правду. Только одна ложь. Непрерывная. Что я могу сказать? Ну дай Бог, чтобы они обратились. Дай Бог, чтобы они уверовали. Дай Бог, чтобы это на суде Божьем им не вменилось. Они говорят, они судят. На суде Божьем они за свои слова ответят. А я за свои. Я о них говорю, они благодатные. Какие бы ни были. А мне говорят, какие? Да вот мы вызывали тут, отпевать надо было. Попа кое-как в машину посадили. Упился в дребезги. Другой раз там говорят, еще хуже было. Я не сужу его. Страшно, когда пастырь валяется, а по сомах волк расхищает. Поэтому, где лучше, кому, где удобнее проповедовать. Кто-то может по-другому понимает. Нас никто не поддержит. Мы работаем, мы лично. В невыносимых условиях. Я говорил, будь я баптистом, я бы образовал уже минимум сотни-три разных точек. Где собирались по два, по три, а дальше дело пошло. Я их снабжаю всем. Здесь я все сразу же отдаю на распыл священнику, который против меня идет. Этих людей сразу отвращают. Я по-другому не могу. Мне некуда звать людей. Вот и все. Ну, из вашего ответа понятно о состоянии проповеди. Тогда и сейчас. А все-таки с вашим опытом, то, что вы говорили, еще бы, ну, так как есть проповедующие люди все-таки в православии. Вот, допустим, Даниил Сысоев был. Ну, там возьмем вот община Сахарова отца Кирилла. Кирилла, да. Но все-таки кто-то есть, кто говорит о Слове Божьем. Вот, как она может выглядеть, это православное все-таки благовестие проповедь? Я был там и там. И считал про них, как есть. В чистом евангельском духе, скажу, почти нигде никто не трудится. Вот даже проповедовали, когда шли. Вот Иннокентий, Вениаминов. Вот здесь Макарий Алтаский. Это настоящие апостолы. Но богослужение оставалось на первом месте. Вот к этому они дальше переводили молитву, службу людей. А после них все, опять прах, ничего нет. Опять закурили, заблудились и как будто нет. Речь идет о знакомстве со Христом, о уверовании во Христа, о принятии Христа. Это стояло далеко-далеко не на первом месте. У отца Кирилла я был. Это община. Я ему не раз об этом писал. Говорил. При встрече по домам, как мы идут, не пойдут. Они как? Поезжают в соседнюю деревню, там поклонный крест поставили. Ну их везде почти ставят сегодня. Если там кладбище, помолились на кладбище. Все на этом закончилось. Если встретились с руководством каким-то, ну побеседовали. Дальше нет. Вот так собирать людей, как мы идем из дома в дом, приглашаем на три часа дня и дальше раздаем всем новые заветы, нету. Вот которые ходят у Данила Сысоя, ну они может быть не в полноте все описывают. С ними я не ходил. Просто мы были у них в храме, посмотрели. Точно так же, как везде проходной двор. Кто ходит, кто выходит, как будто никто никого не знает. Это то, что я видел нынче в 12-м году в городе Москве. Вот к нам никто и посторонний не подойдет. Деяние апостола 5.13. Пусть они это выполнят. А это нужно, но как не нужно. Отделение это главное, самое главное. Сначала отделите своих. И Павел говорит, отделил, и мне училища некого тирана начались занятия. Это невозможно по-другому. Овцы должны быть вычленены, отделенные, желающие. А к ним кто-то будет приставать, приходить, и им надо свидетельствовать. Думаю, что я всегда говорю об этом. Самое приемлемое, что я слышу, это отец Олег Синяев. Он точно по Писанию беседует, выдержки какие, и все из священного Писания. Но это беседа с сектантами. По домам его никогда не пойдет. Мы-то идем по этажам, километры меряем вверх-вниз, дом за домом. За нами иеговисты не успевают идти. И везде принимают. Почти везде. С укорами. Почему вы раньше не приходили? Тут надоели ходить, йоговы какие-то ходят. Это мы везде видим такое. Ну а дальше уж как Бог велит. Спасибо, Христос. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok